Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Это Samsung Galaxy A54. Samsung прикольно делает, на самом деле, копирует дизайн флагмана. Именно вот с такими выступающими камерами и Galaxy A54 тоже. Это Samsung Galaxy A53. Прошлогодний флагман, которому я неоднократно возвращался за 22-й и даже за 23-й год. Это отличный аппарат, на самом деле. И могу сказать сразу, это не сравнение этих телефонов, но вот 54-й, на самом деле, не сильно его лучше. Но пока мы откладываем его в сторону, на самом деле, очень интересное сравнение выйдет на канале VideoShopper. Полноценное сравнение Galaxy A53 и Galaxy A54, но это будет чуть позже. А сейчас я расскажу вам, что мне понравилось, что не понравилось Galaxy A54. Отмечу, что диагональ экрана стала немножечко меньше, но это практически незаметно. Грубо говоря, там 6,5 дюймов. Это немного по нынешним меркам, но телефон все равно это большая, тяжелая 202 грамма лопата. Изменилось по сравнению с A53, крышка стала теперь не пластиковая, а стеклянная. Но, честно говоря, ну да, вроде как стекло многим людям больше нравится. Но что A53, что A54, на самом деле, еще сложно сказать, что лучше, потому что здесь приятный пластик. В любом случае, большинство из нас эти телефоны все носят в бамперах или чехлах. Могу сказать, яркость немножко повысилась, но в остальном с A53 отличий каких-то глобальных нет. Батарейка осталась та же самая, к слову, 5000 мАч. Зарядного устройства в комплекте нет, при том я вообще просто офигел, когда вот открыл Samsung Galaxy A14, на него будет обзор. Он стоит там 13 тысяч рублей, это новенький A14. Там тоже зарядного устройства нет. Здесь только кабель Type-C, Type-C и зарядку 25-ваттную нужно купить отдельно. Сама батарейка в телефоне 5000 мАч, столько же, сколько и в прошлогодних версиях. В целом, отлично. Процессор стал по новее поколения, хотя по нанометрам осталось все то же самое. 5 нанометров, был 1280, стал 1380, это производство Samsung Exynos. Но ничего плохого я ни в 53-м не видел, ни в 54-м не вижу. Конечно, покажет только время и в идеале попользоваться хотя бы месяц полноценно этим телефоном, чтобы сделать выводы. Но, скорее всего, все хорошо. То есть, приложение открывается быстро, 120 Гц чувствуется, работает. Троттлинг-тест, кстати, прошел хорошо. Прям красавчик, на самом деле. Ровненько, аккуратно, троттлинг, отлично. Игрушки, ну, Exynos, конечно, которые не флагманы, тут все не очень хорошо, если вы собираетесь играть на телефоне. То есть, не будет какой-то супер прорисовки, там, деревьев, огромного мира игрового, если мы сравним напрямую с каким-то, даже, там, 770-м Qualcomm Snapdragon. Но для повседневных нужд, если вы не собираетесь на нем играть, там, гонки какие-то, огромный игровой мир, там, то этого вам точно хватит. 5 нанометров, новенький процессор, все хорошо. Хорошо. Камеры. На самом деле, мы, конечно, сравнивали и с 53-м, могу сказать, что немножко улучшили широкоугольную камеру, и в целом, как было, практически так и осталось. В некоторых ситуациях основная камера 50 мегапикселей, вроде как фотографии, вот именно говорю вроде как, потому что сколько они приглядывались, открывали две фотографии на одном мониторе. Разница, если есть в предыдущем поколении в 53-м, то она небольшая. При этом в 53-м тоже отличные фотографии и довольно-таки приличное видео получается. Особо отмечу, это очень хорошее качество фронтальной камеры и, соответственно, в обычном режиме, и в режиме портретной съемки. Честно говоря, флагман-то и не отличается практически. Если отличие есть, то с микроскопом это очень хорошо, если вы ведете влог или просто вам себя фотографировать. То же самое могу сказать и в качестве видео. 4К широкоуголка, и это очень хорошо. Вот для примера, даже Xiaomi флагманские, они так хорошо не пишут видео широкоугольные, как пишут 53-й и 54-й Samsung. Это реально здорово. Вот фронталочка у них просто космос. Проверим фронталочку 4К 30 фпс, но все равно очень здорово. Проверяем. Новенький Galaxy A54. Фронталочка уже Full HD 30 фпс. Тряски явно меньше. Ну, это про фронталку. А что касается качества видео с основной камеры, 4К ожидаемо хорошо. С другой стороны, знаете, я не могу сказать, что Full HD в 1080 пишет хуже. 4К 30 фпс. Основные камеры. По-разному снимают, это нормально. Держу телефон одинаковый. Сейчас ширик. Широкоугольная. Ну и камера двойное приближение. Слушайте, какое оно разное все-таки, да? Galaxy A54 в Full HD 60 фпс. А широкоугольную на 60 фпс уже включить, к сожалению, нельзя. Одновременная запись 4К 30 фпс. Основная. 4К можно записывать в 30 фпс максимум. Единственное, трясет, конечно, стабилизация не так хорошо и работает. Но либо аккуратненько снимать, двумя руками сильно не ходить, либо купить к нему стабилизатор. 1080 зато стабилизация уже лучше, если мы говорим про 30 фпс. Но в целом за свои деньги качество довольно-таки неплохое. И что еще отмечу, по качеству фото, именно если говорим с основной камеры, то в некоторых ситуациях часто широкоугольная камера, она не намного хуже, чем основная. Это плюс, потому что многие телефоны, не являющиеся флагманами, очень часто спотыкаются, когда основная камера, например, хорошая, особенно с Xiaomi многие этим страдают, а широкоугольная, она просто реально мне важна, в нее больше попадают интересные фотографии. Очень часто в телефонах не флагманских она сильно хуже. Здесь дневные фотографии на широкоугольную камеру неплохие. Но если снимаете в отсутствии освещения хорошего вечером, ночью, то тут все становится на свои места, широкоуголка просто сливает. И самое главное, самое главное, это то, что Samsung большие красавчики, что они в телефоны, не являющиеся флагманами, ставят полноценную защиту от воды и пыли. То есть с этим телефоном только в морскую воду, его прошу, не окунайте, но по идее он выдерживает погружение в пресную воду, с ним можно разговаривать под дождем, с ним можно пойти в бассейн, не знаю, можно на пляж его бросить в песочек, потом просто под краном проточной водой, не соленой помыть. По идее все должно быть хорошо. Это, конечно, большой плюс, потому что у конкурентов такой возможности нет. Там только флагманы, и то не у всех. Тот же Xiaomi только последние года два во флагманские устройства стал ставить пыль и влагозащиту. А Samsung делает даже в 53-54. В целом, если вы меня спросите, Давид, вот у меня, например, там 53-й, стоит ли обновляться? На самом деле, крепко подумайте. Дизайн немножко изменили, сделали стеклянную крышку, но телефон стал несколько тяжелее. Не сильно, на самом деле, но все-таки разница есть там 14 грамм. Потом, качество фото практически не улучшилось. Да, кое-где фотографии, если мы говорим именно основную широкоугольную камеру, стали вроде как чуть лучше, но это просто вот, не знаю, приглядываться. На самом деле, и 53-й фотографируют хорошо. И качество видео там сопоставимо, там все сопоставимо на самом деле. Оптическая стабилизация здесь и там, все есть. Улучшили немножко яркость экрана, ну, на 200 нит. Это не так и много, но фактически на 20%. Ну, хотя нет, 20% это нормальный показатель. Но я не скажу, что 53-й он прям тусклый. Нет, конечно же, просто тут экран заявлена яркость чуть повыше. В целом, переходить с 53-го я бы не стал. Я ничего такого здесь не увидел. Да, процессор поновее, но это тот же Exynos. Фотографии, если улучшение есть, то очень небольшое. 53-й еще очень даже в строю. Им запросто еще и год, и два, и три можно попользоваться. А если у вас, допустим, 50-й может быть, там 51-й, 52-й прошлого поколения, либо у вас другого бренда, вы хотите поменять и не хотите платить много денег, крепко подумайте, посмотрите мой обзор, во-первых, на 53-й, ссылку я оставлю. Во-вторых, посмотрите сравнение 53-го и 54-го, и подумайте вообще, какой из них купить. Просто говорю откровенно. Да, 54-й крутой, но сейчас он стоит дорого, потому что он только вышел. Снимаем в апреле 2023-го года. Но в целом, я уверен, продажи у него будут хорошие. 53-й, 54-й, 73-й. Это отличные аппараты, хорошие рабочие лошадки по цене-качеству изумительным. Ну и экран напоследок Amoled. Естественно, 120 Гц частота обновления, я про него уже высказывался, просто тип экрана не называл. Экран хороший, реально хороший, и частота обновления чувствуется, и краски хорошие. Единственное, рамки они сделали прям удручающе большими, но это я, наверное, придираюсь, они просто выделяются на раме серебристого цвета. А рама, кстати, пластиковая, а под ней металлическая основа. Но я уверен, 54-й будет так же хорошо продаваться, будет так же востребован, как и 53-й. И вообще вся А-серия, ну кроме совсем там вот этих 14-х, который... Это просто Galaxy A14, я беру его в руки, я понимаю, что нечего его ругать. На каждый товар есть свой покупатель. Но, конечно, он печальный. Да, он стоит недорого, но он такой простой совсем, совсем простой. На этом сегодня все. Если нравится то, что мы делаем, ставьте большой жирный лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, на Zen-канал Artstyle, всегда много интересного. Ну и, конечно же, примеры фотографий, сколько такой телефон стоит, ссылки под видео. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok